Теперь Вена и консультации по сирийскому вопросу. Встреча впервые проходит в таком расширенном формате. С участием представителей полутора десятка государств и крупнейших международных организаций и блоков. То есть, как и предлагала Москва, привлечены все державы региона, которые затрагивают проблемы Сирии. И, как полагают эксперты, многосторонний подход дает надежду на начало предметного поиска выхода из кризиса. Как все проходит, узнаем у нашего корреспондента Ивана Благова. Он на прямой связи со студией. Иван, известно что-нибудь, есть что-нибудь на эту минуту? Добрый день, Валерия. Да, примерно 20 минут назад сюда, к Атолию Империал, прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он провел короткую двухстороннюю встречу с представителем Египта. Ну а сейчас, в эти минуты, здесь начинаются многосторонние консультации по Сирии. Для этого в Вену прибыли представители примерно полутора десятков государств. Например, за одним столом переговоров находятся представители Ирана и Саудовской Аравии. И также здесь же представители Египта, Турции, Катара, Ливана, Франции, Великобритании, Германии, ну и, конечно же, России и Соединенных Штатов. Такое происходит впервые с момента начала гражданской войны в Сирии. И стоит отметить, что собрать всех для поиска решений сирийской проблемы удалось в первую очередь благодаря нашей стране. Отмечу также, что после начала работы российской авиации в сирийском небе, Соединенные Штаты Америки были вынуждены пересмотреть свою политику. И многие эксперты сейчас говорят об открытии так называемого «окна возможностей для компромисса». Эта встреча проходит в очень нужный момент. Впервые с начала сирийского кризиса вместе собираются все важные игроки. Надеюсь, мы продвинемся вперед. Ну и, конечно же, остается вопрос, почему такую встречу нельзя было организовать раньше. Например, в 2014 году именно Вашингтон надавил на генерального секретаря ООН Панги Муна, чтобы тот не допустил Иран к переговорам по Сирии в Женеве. Более того, к компромису можно было прийти еще в 2012 году. Но к нему не были готовы США, Великобритания и Франция, потому что были уверены, что режим Башара Асада вот-вот падет. В результате примерно 250 тысяч погибших, миллионы беженцев. И все это, чтобы сейчас наконец понять, что, как заявил министр иностранных дел Великобритании, необходимо, цитата, сблизить позиции. Это будет непросто. Представитель Саудовской Аравии, например, заявил, что позиция королевства не изменилась. Это уход Башара Асада, якобы Вене, Саудиты. Находится для того, чтобы понять серьезность намерений Ирана договориться. Тегеран же, насколько нам известно, поступаться принципами не намерен. Мы подчеркиваем, что решение сирийской проблемы нужно искать с учетом интересов всех сторон. Нужно уважать правительство Сирии, уважать право сирийского народа, определять свою судьбу. Любой план действий должен содержать шаги, направленные на прекращение насилия. За общесирийский диалог с участием действующего сирийского правительства, а также за территориальную целостность страны выступает Россия. Так что мы сейчас все ждем завершения консультаций и заявлений по итогам дипломатов. Да, Иван Благой из столицы Австрии, где впервые в расширенном формате начались консультации по сирийскому кризису.